Ярославские спасатели прошли испытания психики на нефтеперерабатывающем заводе, организовали огненную полосу препятствий, имитирующую реальный пожар. Такие учения проводят всего лишь раз в год. Страх открытого огня преодолевали все пожарные Ярославля, а вместе с ними и наш корреспондент Дарья Крот. Задача спасателей пройти по лестнице. Казалось бы, ничего сложного. Вот только через несколько секунд температура здесь поднимется до 300 градусов. Боевка выдержит, а вот психика не факт. Годы обучения и все физические навыки сведутся к нулю, если пожарный не сможет войти в открытый огонь. Преодолеть страх – вот главная цель учений на огневой полосе. Задание несложно физически – пройти по пылающему мосту, пролезть под обрушившейся конструкцией. Последнее – целое озеро, горящее под ногами спасателей. Ничего не чувствуешь. Просто идешь и все – это твоя цель. Цель видишь – идешь выполнять. А не страшно? Всем страшно. Не страшно только дуракам. Спецодежда выдержит открытый огонь 4 минуты, затем загорится. Для пожарных этого времени даже много. При реальном ЧП его, как правило, не бывает. Самое стрессовое – это, конечно же, надо спасти людей. Воздействие угарного дыма на легкие. В течение одной минуты человек задыхает и засыпает. Одни отправляются в огонь, другие их защищают, движутся плотной цепью. Действия четко отлажены. Вот только реальные пожары, уверяют спасатели, никогда не похожи один на другой. Ключевым фактором становится спокойствие и способность принять решение. Пожарный должен соблюдать охрану труда. Но если идет вопрос по спасению людей, пострадавших, то он имеет право отступить от правил и спасти человека. Наша основная задача – это спасти человека, несмотря на опасность самому себе. Ради людей. Ради людей. Ради себя все делаем. Учения на огневой психополосе каждый пожарный проходит раз в год. Все остальное время тоже тренируется в реальных условиях. Дарья Крот, Константин Дмитриев. Новости города.